Стальной Хват России. Димка Диморин. Продолжаем снимать кино. Вот он, пруточек. Примерно метр двадцать длиной. Тут я уже на нем разметочки поставил. То, что ты попросил. Значит, будет сейчас, наверное, тяжело будет показать. Но, скорее всего, будет видно. Двенадцать. Переворачиваем на двенадцать. Какая-то марка стали. Три. А может быть, не три. Такая совершенно черная. Скорее всего, сейчас она будет трескаться. Значит, ты попросил у меня отрезать. Покажу сейчас отметочку. Вот отметочка того, что ты попросил. Вроде бы ты сказал, ломал на двести сорок, ломал долго, сорок минут, попросил калибровку на двести шестьдесят. Значит, вот сейчас мы откусим на двести шестьдесят. Вот так вот и сделаем. Конечно, уже вот таким болторезом кусать диаметр свыше. Десяти миллиметров. Не совсем. Да, откусилась. Сломалась. Оп. Так, немножечко подломалась. Вот она сразу такая приобрела интересный такой массивный, очень мощнейший размер. Вот этот кусочек остался у нас на где-то на восемьдесят. Померил по столу. У меня стол метровый. Значит, меряем. Сейчас заряжаю в калибратор. Смотрим, что там на двести шестидесяти. И ты тогда по оставшемуся кусочку решишь. может быть бросишь вызов мощным украинцам. Там Ильин, да, его зовут. Ну вот. Двенадцати сделай на восемьдесят. И покажи, что это ломается. Давай продолжение следа. Дальше ход России. Димка. Продолжение. Значит, квадрат. двести шестьдесят длиной. Серединка отмечена. Ну, квадрат двенадцать двенадцать. Не буду штангелем показывать. Значит, Дим, в эти разъемы загнать под грань, чтобы давить. Невозможно. Слишком стенки близко стоят и грань не получается. Сразу же вот этот карабин грань это убирает, в плоскость переводит. Поэтому будем тащить по плоскости. Ну, как бы это тяжелее. В данном случае для квадрата получается. Ну, будешь знать, что через грань легче. Вот и все. Ничего тут страшного такого нет. Значит, ловлю серединку. Включаем. Взнаем натяжку. Все, пошла натяжка на двести шестьдесят. Сталь три, скорее всего. Скорее всего. двести, но двести. Ну, вот она ее хорошо ломает. Очень мягко пошла. Двести двадцать, потому что обратно быстро просаживается. Двести пятьдесят, двести шестьдесят, двести восемьдесят, двести двести девяносто, триста. Очень, очень быстро усадка идет. Очень быстрая. Почти триста один. Ну, вот если мы сейчас подержим, посмотрите, что происходит с мягким изделием. то есть это не арматура, конечно, десятка, там, не инструменталка, какая-нибудь сорок пять, да любая, десятка, двадцатка, тридцать пятка. Сейчас вы видите, вот, триста один. Вот, я лекало ставлю, ну, практически двадцать восемь наэроградусов. А теперь смотрите, снимаю с удержания, сколько уже будет. Вот, минус шесть килограмм и садиться. Сейчас я еще раз подтянул. Уже по традиции. Вот, видите, сел опять. Все, специально подтянул. Пусть так и остается. Все, триста семь килограмм. Наверняка отката не будет. Триста семь килограмм. Посмотрим сейчас. сколько там градусов получилось. Вот, видите, отдачи нет совершенно никакой. Совершенно. Снимаем. Это у нас по двум плоскостям. Соответственно, по одной грани будет будет еще интереснее, еще легче. Так что, вот ты еще видишь кино. вот здесь очень полопалось все. Такой брусочек получился. Но это, не знаю, я, наверное, испугавшись, сам подогнуть смогу. ну, в общем-то, опыт там такая штука. вот она четко. я всегда меряю по нижней стороне прута. И вот она четко в 30 градусов заходит. Тютелька в тютельку. 308 килограмм. 260 длина вот такой брутальный. Я не знаю, сколько весит, но, наверное, грамм 300. А то, может быть, и побольше будет. Вот он. Значит, остался кусочек 80 длиной. Ну, вот как-то так. Смотрим видео. Становимся сильнее. Пока.